Всем привет! Вы смотрите Profit Show, а сегодня у нас в гостях стартап GetGoin и Илья. Илья, привет! Привет! Слушай, я посмотрел описание проекта, описание там команды, у вас вроде бы такая крутая команда, какие-то крутые инвестиции, а вы занимаетесь каким-то еще одним 101-м стартапом в области тревела, deals и что такое. Вам не хочется что-нибудь хорошее делать, изменить мир, я не знаю. Что вы там делаете? Да, я думаю, мы мир меняем, потому что индустрия огромная, онлайн-тревел, индустрия 215 миллиардов, так что сказать, что мы решаем маленькую проблему, я не могу. А какую часть из этих 215 миллиардов вы решаете? Что конкретно вы делаете? Значит, я сейчас расскажу немножко подробнее. Сейчас все понесутся нам давать еще деньги. То, что мы решаем, это заполняемость мест на самолете, это одна проблема. Сейчас 20% сидений летают пустыми, и 20% цифра внушительная, и она не очень меняется с сезонностью, с днем недели и так далее. То есть она, конечно, меняется там летом, может быть, это больше как 90%, а зимой больше как 70%, но даже 10% свободных мест, это огромная-огромная капасити, и то, что авиалинии сейчас делают, и то, что другие каналы продажи авиабилетов сейчас делают, это не помогает, не решает эту проблему. А вы сможете эти 10-20% типа заполнить? Ну, я не знаю, сможем ли мы заполнить все 10, 20 или 30%, но я думаю, мы сможем заполнить очень большую их часть. Вот почему. Мы помогаем авиалиниям сегментировать деловые поездки от туристических. То причина, почему авиалинии не могут продать 20% мест, это то, что они не могут понизить цены на билеты. Естественно, все хотят летать, все хотят в отпуск, и очень часто в таких точках назначения, как Таиланд или Египет или что-то, самая дорогая часть такого поездки, это туда добраться. И поэтому, если цены понизить, колоссальное количество людей захотели бы туда поехать. И авиалинии это знают. Причина, по которой они не могут понизить эти цены, это то, что это будет каннибализация деловых поездок. Люди, которые так бы им заплатили много, будут платить мало. А бизнес-класс? Или имеется в виду бизнесмен, который летает эконом-классом? Да, бизнес в основном летает эконом-классом. Бизнес, который летает бизнес-классом, это на уровне executives больших компаний, и это совсем другое дело. То есть совсем маленькая часть общего рынка? Да, да, да. И вот этот high margin, часть бизнеса авиалинии, это и хлеб, и масло, и поэтому они не могут с ним ничего сделать. Окей, смотри, расскажи в двух словах, рынок понятен, расскажи, какие у вас успехи, сколько вы работаете, чего добились, трекшн, похвастаться. Да, 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 с удовольствием. Компанию мы организовали в конце 11-го года. То есть год, в принципе? Да, чуть меньше года, full-time. Я этим занимаюсь с января. В январе это то, когда я бросил предыдущую работу свою. Мы подписали довольно большое количество авиалиний. Все авиалинии, с которыми мы разговаривали, за исключением, может быть, одной, проявили огромный интерес к модели, потому что она решает для них ключевую задачу. Они вам платят что-то? Да, они нам дают цены, которые мы можем потом маркап добавлять, какую-то от себя, так сказать, на оценку, или они нам платят комиссионные. То есть подождите, то есть вы работаете, я пока не сильно понял агент, то есть модель, но мы к ней вернемся, наверное. То есть вы как агент работаете? Да, мы работаем как агент. У нас есть своя платформа. Платформа в том смысле, что мы ей пользуемся сами. Сколько продали билетов, например? Это я сказать не могу, но маленькое количество билетов, потому что сейчас у нас сайт закрыт. Из-за того, что мы по-прежнему в процессе договора с большим количеством авиалиний, сайт мы открыть не можем. Ты мне утром прислал ссылку на guest login, я честно полез, поискал, то есть попробовал несколько вариантов, ничего не надо, все время выдавалась какую-то ошибку, то есть я не смог ничего купить. Ну не ошибку-то, но только комбинации такой, там билетов не было. Я пытался из Нью-Йорка, из Сан-Франциско полететь куда-то в Африку, в Азию, как-то неудачно. А сколько у вас людей, там деньги какие у вас, если есть? Да, значит сейчас у нас 9 человек в Сан-Франциско, 7 человек здесь. Девять человек, то есть у вас донрейт там под сотню. Короче, ну окей, а деньги? Деньги есть? Ну, мы подняли два раунда. Один раунд мы подняли в конце 2011 года, наш Seed и наш Bridge мы подняли в мае. Наш инвестор это Юрий Миллер сам, Lightbank, Groupon Founder Groupon IT, Venture, ну и потом Lightcombinator. Ну, я на всякий случай поясню, люди не думали, что так просто поднять деньги, вы не находитесь ни здесь, правда, не в Киеве? Да, мы находимся в Сан-Франциско. В Сан-Франциско чуть проще с инвестициями? Сейчас вообще хорошее время, наверное, не такой хорошее, как год назад было, но все равно вполне. То есть вы в конце 2011 года, у вас была PowerPoint-презентация? Под нее вам деньги дали? Ну, под нее, под команду, под исследования, которые мы сделали с авиалиниями, мы поговорили с больше 100 авиалиний, кому-то это нужно или нет на executive уровне. А как вы, откуда у вас такие коннекшены в индустрии? LinkedIn. А, то есть тупо? Ну, и то, и другое. То есть есть какие-то старые коннекшены из школы, типа Alumni Network выпускников. И второе, это просто как-то сырые, холодные имейлы. Холодные звонки, да. Да, людям. И люди, в общем, люди стараются помочь, помогать друг другу. А что ты имел в виду, ты сказал, Юрий Миллер сам? То есть это что, личность чек вывезла? Сам в том смысле, что Юрий Миллер еще часть старт фанда Y-комбинатора. И я имел в виду, что… Это без фонда? Да, что я имел в виду, что не как часть инвестиции Y-комбинатора, а как независимый инвестор. Ну, окей. У меня такой вопрос, как бы теперь он у меня один из любимых. Вот почему вот ваша команда, у вас три фаундера, насколько я понимаю, почему вы взялись этот проект делать? То есть какой-то… Что вас к этому подтопнуло? Чем вы до этого занимались? Почему именно эта атмосфера? Да, это очень хороший вопрос. В принципе, очень ценно, когда у фандеров есть какой-то персональный attachment к тому, что они делают. Ну, мы с CEO много путешествовали и даже много путешествовали вместе. То есть мы друг друга знаем уже 11 лет. Мы были в Турции вместе, на Аляске, во многих других местах. Мы, наверное, вместе посетили больше 100, может даже 150 стран. Да, так что мы очень это любим. Всегда как-то хочется инноваторствовать в индустрии, которую… Не то, что которую понимаешь. Оказалось, что мы её совершенно не понимали, когда мы начинали. То есть совершенно не понимали, у нас не было никакого background в этой индустрии. Но который можешь как-то отнестись с душой, что ли. Окей. А до этого вы… То есть у вас команда, вы технические специалисты или маркетологи? То есть кто вы? Да, это очень интересный вопрос. Я вообще статистик по образованию. То есть там дисперсия, среднеконтрактические наклонения. Вот это вот, да. Большие формулы, большие данные. Я долгое время занимался вообще научными исследованиями IBM, Sun, Yahoo. И на каком-то этапе меня потянуло делать продукты. Я был СТО глобального маркетинга в Sun. Ну, маркетинг в Sun – это бизнес-то-бизнес-компания. Это ничего не имеет общего с тем, что мы сейчас делаем. В Digi я был главным инженером. Мы занимались… В Digi? В Digi, да. В Digi – это тот, который раньше агрегировал сайты. Тот, который раньше был такой, а потом полностью развалился. А ты, кстати, там был когда? Когда он уже был? В момент развала я там был. Я пришёл… Так это из-за тебя? Ты знаешь, я думаю, что нет, но у меня очень плохой рекорд на этот счёт. Каждая компания, к которой я прихожу, начинает делать хуже. За исключением моей последней компании – Ancestry. Поэтому я не знаю, у меня такая карма, наверное. Окей. Но нет, ничего плохого я там не делал. Или, по крайней мере, старался не делать. Мы занимались большими системами – Highly Available Large Scale Systems. Была интересная вещь, но сама компания, к сожалению, не выжила. Когда я там интервьюировался, там было 110 человек, а когда я уходил, осталось 37. Окей, окей. Вот. Так что факт такой, что я статистик в эту индустрию. Я пришёл с… Да, я знал… Ты умеешь с Big Data работать, да? Да, как делать большие системы я знаю. От твоих партнёров и фаундеров. Да, а мои партнёры, они чисто по бизнесу, операции… MBA? Да, CEO MBA из Харварда. Просто я помню… Менеджмент консалтинг. У Гая Кавасаки, кажется, там была суперпростая формула оценки valuation стартапа. Типа каждый инженер – это миллион, прибавляем, каждый MBA 500 тысяч вычитаем. Да. К сожалению, ну или к счастью, может быть, в нашем случае эта формула к нашей компании неприменима, поскольку очень большая операционная составляющая компании, очень большая маркетинг составляющая компании. Технология тоже очень важна, но этим дело далеко-далеко не заканчивается. Очень большой бизнес development с авиалиниями, с гостиницами и так далее. Окей. Давай чуть-чуть вернёмся обратно к вашему чудесному стартапу. Мы с вами были недавно в Startup Accelerator и есть там типа три вопроса, ну или пять вопросов, которые задают всем командам. Проблему, в принципе, мы уже обсудили, какую проблему пытаетесь решить. Есть отличный вопрос distribution. То есть даже если у вас есть идеальное решение, каким образом… Ну это же B2C, да? То есть ваши пользователи… Да, конечно. …это конечные потребители. Как вы их находите, вернее, как они у вас находят? Да. Ну эту проблему мы ещё не начали как таковой решать, потому что у нас, я говорю, сайт закрыт. И то, что мы пытаемся сейчас делать, это решить сначала бизнес-проблему со стороны поставщиков, контент, авиалинии, гостиниц и так далее. То есть вы хотите набрать базу, что можно продавать? Мы можем выйти с как бы с меню… наш минимум вайлбл продукт именно для нас. Это огромная-огромная операция, потому что мы не можем сказать, а у нас есть билеты в Никарагуа, а если вам нужно взять в Европу, ну займитесь чем-нибудь ещё. Так не бывает. Я не знаю, я вообще не понимаю, как вы собираетесь там хоть найти этих пользователей, потому что есть Expedia, Kayak, там, я не знаю, какие-то там Getaway или что-то такое. Ну там deals всякие, да, типа, для отдыха. То есть супер конкурентный рынок. Ну, во-первых, ничто нам не мешает договориться с Kayak, чтобы они нас показывали своих результатов. Ну, Kayak, да, окей, как мета-поиск, да. Да. Другие каналы – это PR, это Social. Это как раз, я бы сказал, задача раскрутки интернет-бизнеса. В этом нет ничего. Кто у вас умеет раскручивать интернет-бизнес в команде? Ну, у нас есть маркетинг-человек, которого нет. У вас есть специальный человек, я понял. Да, ну, нет, на самом деле это действительно хлеб и масло для нас. Это очень важная компонента, как рассказать. Модель сама сложная. Не то, что она сложная, она какая-то не очень интуитивная, что ли. Ну, очень интуитивные модели уже все были сделаны, так что это нормально. Хорошо, ладно. Ноябрь вы начали работать, да? В принципе, сразу какие-то деньги нашли, так? То есть вы до сих пор не запуститесь, так что вы целый год делаете? Ну, нельзя сказать, что мы не запустились. У нас есть сайт, в который можно пойти купить билет. У нас, я бы сказал, так происходило дело. С января примерно по август это то время, когда мы сделали продукт сам, который сейчас функционален. Окей. Часть этого времени заняла подключение, большая часть этого времени заняла подключение к travel backend, потому что это некомодити часть бизнеса и с этими ребятами очень сложно иметь дело и очень запутанная сама по себе логика бизнес-процесса. Поэтому в ней разобраться заняло довольно долго. Разбирался я, мой главный разработчик. Мы где-то это добазарили до чего-то примерно к маю, получили все сертификации, production access, подписали контракты, сначала подписали контракты, потом все вот это. И дальше мы сделали просто веб-часть. То, когда мы наняли еще несколько очень хороших инженеров. И вот во время Y-комбинатора как раз летом мы его где-то за два месяца сделали непосредственно сайт. Вы были в Y-комбинаторе? Да, были. Это же тема. У нас это первый выпуск, по-моему, про фут-шоу, когда я интервьюдирую человека в команду, которые были в Y-комбинаторе. The honor is all mine. Мне тоже очень приятно. Так что такое Y-комбинатор, мы все знаем, самый крутой акселератор стартапов, Paul Graham, Startup Guru, Airbnb и так далее. Расскажите о вашем опыте. Почему вы туда пошли? Зачем? Чем классно? Что вы на выходе получили? Как вас там заакселерировали? Я бы сказал, что Y-комбинатор это совершенно фантастическое предприятие с точки зрения нетворка. Это возможность не только сказать кому-то привет пока, а по-настоящему понять, почему некоторые бизнесы выживают и процветают, а другие бизнесы сворачиваются и ничего не получается. Возможность понять, насколько важна динамика команды, как вообще понимать, как быстро ориентироваться, потому что для стартаповая скорость это очень важно, как быстро ориентироваться в каких-то нестандартных ситуациях, потому что стандартных ситуаций очень мало. А деньги вы от них получили или там на демо? Деньги мы от них получили. У Y-комбинатора есть какая-то небольшая сумма, которую они дают, так сказать, в зубы. И есть StartFan, который дает еще большую сумму. Автоматом всем, правильно? Да, автоматом всем. Но для нас это не было, наверное, настолько критично, как другим компаниям, поскольку у нас уже были два раунда. Какая у вас общая сумма, если это? Два с половиной миллиона. Два с половиной миллиона? Ну, это на самом деле маленькая сумма, у нас очень капитал... Это очень маленькая сумма, два с половиной миллиона, ребята. Ты мне говорил, как это правильно говорить, капиталоемкий бизнес, поэтому для нас это действительно маленькая сумма. Но это, в принципе, хороший seed round, я бы сказал, по нынешней времени. Я еще скажу, я просто буквально, наверное, несколько дней назад прочитал книжку The Launchpad какого-то журналиста, который несколько месяцев пробовал в Y-комбинаторе и, собственно, там смотрел, что делают команды, записывал в блокнотик и сделал из этого книжку. Очень прикольно, мне понравилось. Я не знаю, читал или нет? Может быть, ты не успел почитать? Ты был Y-комбинатор, а я не был, я почитал, мне понравилось. В Show Notes я ссылочку сброшу. Окей, то есть просидели в этом три месяца. Demo Day, это было летом, да? Да, Demo Day 21 августа. К тому моменту у нас обязан был быть готов продукт и мы немножко скрэмбл, чтобы он был готов. Он был готов? Да, он был готов. Естественно, все делалось на коленях и в последний момент, но он был готов. Да, люди приходили, покупали билеты, инвесторы были счастливы, существующие, перспективные и так далее. Demo Day представляет из себя огромный зал, где-то 500-700 инвесторов, репортеров. Там инвесторы именно, это именно инвесторы 500 человек? Это не случайные эти люди? Нет, нет, только по приглашению и только те инвесторы, которые Полу Грэму нравятся лично и так далее. Да, с Полу Грэмом лучше не ругаться. Почему? Он может допустить? Ну, иначе не пустит себе на Demo Day. А, окей. А, были команды, которых типа не допустили на Demo Day? Нет, 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 но команды все допустили, все, кто хотели. Ну, те команды, которые их не устраивали, они, наверное, не взяли, так что нет. Все команды, которые у них были, все были на Demo Day представлены. Некоторые были on the record, против off the record. Off the record не подбежали поблизости со стороны прессы. Вот, но собралась, так сказать, элита Долины и не только Долины. И каждая компания получала по две минуты. Эти две минуты были вышколены, опять же, партнерами Y-комбинатора. Были много, так сказать, подготовительных выступлений. И за день перед этим была презентация для выпускников Y-комбинатора. Ходило очень много имейлов по поводу того, что нужно делать, что не нужно. Как вообще, так и конкретно в каждой команде. Да, и вот этот Demo Day, он был расчлен на небольшие сессии. Там где-то по шесть, по восемь компаний. И после этого давалось много времени, особенно для этих компаний, чтобы они прямо сразу по горячим стопам могли поговорить с инвесторами, пока все еще помнят, о чем речь. Ну, а вы как бы конкретно что-нибудь получили от этого? Ну, для нас, опять же, это было не самое главное в Y-комбинаторе. Да, мы получили интересы со стороны инвесторов, но у нас сейчас поднимается очень большой раунд, поэтому инвесторы, которые пришли, чтобы давать по несколько сот тысяч, это было для нас не так интересно просто. Я понял. А, кстати, почему вас туда взяли? То есть вы понимаете, что в вашем проекте было такое интересное? Ну, Y-комбинатор, в общем-то, контора коммерческая. Я думаю, что они в это поверили. Это основное. Ну, и кроме того, наверное, послужной список у нас неплохой. Именно. Ну, имеется в виду вас как фаундеров, да? Да, как фаундеров. Потому что продукт у вас еще ничего из себя не представляет. Да, ну, у нас было что показать. У нас было демо, которое мы показывали авиалиниям по ходу дела. Но, на самом деле, то, как Y-комбинатор принимает к себе компания, я не знаю, могу я об этом говорить или нет, но, наверное, могу. А у них есть модели, которыми они оценивают компании. То есть это вопрос не только тыка. Не знаю, как у них имплементировано, но это вопрос не только тыка, а у них еще есть довольно объективные критерии. Ага, интересно, интересно. Окей. Ну, напоследок уже, чтобы закрыть тему стартапа и Y-комбинатора, какие, как бы, планы? То есть как вы собираетесь дальше? Ну, потратите вы до с половиной миллиона и что потом? Ну, я думаю, что до того, как мы их потратим, мы поднимем еще деньги. И потом еще потратим? Это можно долго делать. Нет, ну, деньги тратятся не на воздух. Для нас сейчас самое главное это подписать большое количество авиалий, поскольку, как я уже сказал, лететь в какие-то отдельно взятые города в мире, это не очень интересно для пользователей. Поэтому нужно подписывать авиалинии, нужно субсидировать билеты в те точки назначения или на тех раутс, где у нас нет хорошего инвентария. Огромный маркетинг-бюджет, поскольку нужно убеждать всех, как им это нужно. А мобильное приложение, кстати, будет? Да, обязательно будет. Ну, сейчас у нас есть, так сказать, сайт работает на iPad, но мобильный приложение, iOS App мы еще не начали делать, обязательно сделаем. Окей, окей. Давай, у меня есть вопрос как бы в другую тему, совсем вообще в другую тему. Я на днях буквально прочитал какую-то статью была по поводу предпринимателей из Индии и вообще индийской диаспоры в долине и что непропорционально много компаний, в которых есть фаундеры из Индии. То есть, что там какое-то очень сильное комьюнити. И вот что-то, ну как бы ты на русском языке говоришь, как бы ты русский, да, условно? Ну, русскоязычный, да? Да-да-да. Не важно кто там. Как выглядит комьюнити или есть ли оно вообще русское? Индийский предпринимается? Не-не, не бог с ними. Русский предпринимается? Да. Что там в Калифорнии с русским комьюнити? Насколько она там сильная и как бы сколько готова? То есть, смотри, иначе слушает какой-нибудь парень из Омска или там из Киева, да? То есть, насколько она живая вообще эта комьюнити? Много по разным возрастной категории, много пожилых, среднего возраста. А могут ли, то есть, если я прилечу там через неделю туда и там приду к тебе, скажу, слушай, вот есть такая идея, помоги там чему-нибудь. Да, то есть, это безусловно... Работает такое? Ну, я не знаю, что именно, в чем именно нужна помощь. Это, наверное, будет вопрос. Но, безусловно, есть русские ребята, есть комьюнити какая-то. Вот, я могу сказать, что вот наши инвесторы Стас, Хирман и Анна Дворникова, они поддерживают клуб, который собирается на регулярной основе, всякие митапы, разговоры с интересными людьми, панели. А он в основном русскоязычный? Да, да-да-да, это чисто русское мероприятие. Встречи с... ну, презентации могут и по-английски быть, но комьюнити чисто русское. Стартап-бэттлс, есть кому питч, есть у кого попросить совет, так что все это безусловно есть. Окей. Смотри, ты работал scientist, ну, короче, инженером, да, грубо говоря? Ну, да. Много лет. Судя по LinkedIn, там, чуть ли не 10 лет, да? Ну, больше даже. Ну, да. Ну, окей, неважно. А сейчас первый, да, наверное, стартап? Да, первый стартап. Я не знаю, какой опыт твоих фаундеров? Нет, не только первый стартап, а вообще первая маленькая компания. Окей. До этого самая меньшая компания была Dig, а самая меньшая после Dig была Yahoo с 14 тысячами. Соответственно, вопрос следующий, то есть самый большой, ну, окей, скажем, самый большой сюрприз или вообще, ну, что, то есть какие-то неожиданные вещи, которые ты понял, когда, ну, то есть у тебя было одно представление, что такое стартап? Да, да, да. Было одно представление, получилось совершенно другое. Ну, интересно. Ну, я бы сказал так, что неважно, какое представление у человека было до того, как он начал свою компанию, оно кардинально меняется в тот момент, когда ты ее начинаешь. Когда ты за все начинаешь отвечать сам, тебе не нужно никого убеждать, что вот какой начальник дурак, я бы сделал совершенно по-другому. Бери и делай. Да, вот такого экскьюза уже нет. Вот, да, бери и делай, и если ты сделал неправильно, ну, все, дело вылетело, поскольку, так сказать, комнаты для ошибок очень мало. Так что ответственность в принятии решений, понимание, вообще нужно быть специалистом, оказалось, нужно быть и адвокатом, и специалистом по маркетингу, и в public relations, и в business development, и со всеми делами. И, да, конечно, это было, то есть это такой уникальный довольно опыт, когда понимаешь, что если ты не знаешь, это не экскьюз. Да, ты можешь говорить с кем угодно, и на самом деле абсолютно не важно, как ты придешь к правильному решению. Если ты хочешь сидеть за компьютером и пролистывать горы документации, это один подход, который работает, если ты действительно способен на это. Если ты хорошо пьешь пиво, ты можешь пойти познакомиться с хорошими людьми, убедить их заинтересовать, чтобы они тебе помогали решать твои проблемы, в которых ты ничего не понимаешь. Это другой подход, который, если ты делаешь, хорошо работает. Так что вот реализация того, что тебе нужно делать все, и в то же время как-то не столь важно, как ты к этому относишься. Процесс не важен, важен как бы результат. Да, не средства не важны, а процесс не важен, в том смысле, что ты можешь подойти к одной и той же проблеме из двух диаметрально противоположных точек, и успешно ее решить или безуспешно, это уже зависит только от тебя. Отлично, я думаю, мы будем на этом закругляться. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Единственное, я знаю, у вас разработчики где-то здесь есть, так что если вы нанимаете, можно сказать там типа кого-то. Ребята, нанимаем. Да, у нас, я бы сказал, интересная компания, интересный продукт, талантливая команда и здесь, и в Сан-Франциско. Мы в Киеве сейчас работаем над открытием офиса. Разработка у нас делается на Python, Django, Backbone на FrontEnd. Так что если у вас есть интерес к этому продукту, к индустрии путешествий вообще, вы хотите попробовать, поговорить с нами, есть интерес к техническим задачам, к большим техническим задачам, важным, с большим количеством пользователей и так далее, то милости просим. www.getgoing.com.br Присылайте ваше резюме, пишите, буду очень рад. Спасибо. Отлично. А на этом все. Вы смотрели Profit Show. Смотрите нас, подписывайтесь на ProfitShow.tv. На Фейсбуке и Твиттере мы тоже есть. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok